Девятая международная конференция по боковому амиотрофическому склерозу БАС проходила в Москве 3 и 4 октября. Это главное экспертное мероприятие фонда «Живи сейчас» и проводится оно ежегодно, начиная с 2015 года. Все еще на сегодняшний день в России мы единственные организаторы аналогичного мероприятия, где собираются самые разные специалисты, не только медицинские, а все те, кто работает с этой группой людей. И такая конференция позволяет нам выстроить диалог, выстроить более плодотворное сотрудничество, в рабочих группах обсудить очень много текущих вопросов, с которыми нам приходится сталкиваться в разных регионах. В ближайшее время ожидается принятие клинических рекомендаций по БАС, сейчас они находятся на финальной стадии рассмотрения в Минздраве. Будет доступна, более доступна помощь пациентам, потому что врачам будет проще ориентироваться. Когда есть специальный документ, доступный на сайте Минздрава, любой врач-невролог может прочитать этот документ и уже понимать, какая помощь может быть оказана данному пациенту, ему есть чем руководствоваться. То есть в чем-то это существенно упрощает работу, но в то же время накладывает определенные обязательства. То есть ряд препаратов, таких, например, как морфин, ранее не был нигде утвержден в рекомендациях. То есть мы видели упоминание о морфине для купирования тяготных симптомов подышки, когда мы назначаем это пациенту при хронической дыхательной недостаточности, именно при хронической. Он не увеличивает продолжительность жизни и не укорачивает ее в крайне низких дозах, но существенно облегчает качество жизни пациентов. И всегда есть передовые некоторые регионы, например, Москва, которые очень широко это используют в палиативной помощи и регулярно выписывают пациентам. А есть регионы, которые, конечно же, так как препарат наркотический, боятся его выписывать по ряду понятных причин. С очень хорошим чувством мы ожидаем клинические рекомендации, поскольку, по примеру иных клинических рекомендаций, они, безусловно, помогают в работе как практического врача, поскольку помогают структурировать и диагностическую, лечебную, и реабилитационную помощь по разным нозологиям, в том числе по вас. И, соответственно, стандартизировать качество помощи этим пациентам, а также помогают в части организации помощи данной категории больных, поскольку по предписанному регламенту сложно. Будет проще уже разговаривать с администраторами здравоохранения в части формирования модели оказания помощи в виде кабинета, в центрах и так далее. Если это будет прописано и отражено в клинических рекомендациях, то проще выстраивать диалог в части формирования порядка и самой структуры службы. На девятую конференцию по Аббас приехали главные внештатные неврологи, а также специалисты по палеотивной помощи из 20 регионов России. Когда я пришла в палеотивную помощь, я почувствовала, что помимо медицинских знаний от нас, как от фонда, от наших специалистов, нашим подопечным и близким остро не хватает именно поддержки. Поддержки какого-то совета, того, чтобы их просто выслушали. Ну и, конечно, информация. Информация, связанная с умиранием, связанная со смертью, что все-таки актуально для палеотивных больных и для их близких. Эта тема важна абсолютно для всех, кто коммуницирует с человеком, находящимся в состоянии болезни, тем более тяжелой болезни. Как для медицинского персонала и среднего медицинского персонала и докторов, так и для, в принципе, всего персонала, который работает в больнице. Помимо этого, это важная тема для социальных работников. Организуемая фондом «Живи сейчас!» конференция – место встречи, живого общения и обмена опытом как для медицинских специалистов, врачей-неврологов, пульмонологов, физиотерапевтов, так и для людей с БАС и их близких. Мне буквально интересно все. Все – ЛФК, массажи, новые лекарства, как что принимают. И после прошлой конференции я даже выработал для себя способ приема определенных препаратов. Раньше не принимал, сейчас постоянно принимаю. Я бы самое главное хотел всем сказать – не унывать. Уныние – грех, поэтому выше нос и вперед. Не унывать, действуем, работаем, все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова